Привет, с вами Егор Камелев, и сейчас я расскажу вам о том, как проектирую формы. О том, как я пришел от того, что вы видите слева, к тому, что справа. Но давайте для начала определимся с тем, что такое форма. Это часть информационной системы, которая позволяет пользователю вводить информацию для последующей обработки системой. На картинке у нас есть пример поисковой формы в Яндексе, формы аутентификации в WordPress и формы, с помощью которой мы отправляем сообщения в Телеграме. А вот еще пример формы, где мы пишем какую-то статью на VC. В качестве примера мы возьмем самую простую и самую распространенную форму – форму обратной связи. Самый поверхностный уровень проектирования – это сказать, что вот в этом месте будет форма, и на этом успокоиться. Например, когда мы дорабатываем уже какую-то существующую систему, и где-то в другом ее участке уже есть готовый вариант такой формы, мы можем ограничиться таким вариантом. Но такое в моей практике практически никогда не встречается. Приходится что-то проектировать, и поэтому приходится показывать, из каких элементов состоит форма. В моем случае это заголовок «Напишите нам», набор однострочных текстовых полей с подписями, многострочное текстовое поле и кнопка отправки. Проектируя любой набор полей, мне нужно понимать, какие данные мы хотим собирать у клиента, и главное – зачем. И не менее важно понимать, что с этими данными будет происходить дальше. Но давайте сначала ответим на вопрос, зачем мы собираем эти данные у пользователя. Имя мы собираем, чтобы при звонке или в письме обращаться к человеку по имени. E-mail, чтобы было куда слать этот ответ. Телефон, чтобы можно было оперативно куда-то отправить этот ответ, или быстренько позвонить, перезвонить человеку с уточняющим вопросом. Ну, а самое важное многострочное текстовое поле – ваше сообщение, оно в комментариях и объяснениях не нуждается. Но, например, в случае с формой обратной связи, обязательно будет автоматически сформировано письмо, которое отправится на почту менеджеру, ну или кому-то там еще. А на какую почту? А можно ли, чтобы это письмо отправилось сразу на несколько адресов? А можно ли подредактировать эти адресаты и управлять ими, не обращаясь при этом к программисту? На эти вопросы обычно отвечает проектировщик. У этого письма будет какой-то осознанный заголовок, тело письма, содержащее не только данные, которые мы собрали в форме, но и что-то еще. Кто спроектирует такое письмо, если не проектировщик, как вы думаете? Поэтому, проектируя любую форму, я также проектирую и ту часть интерфейса, которая связана с данными, полученными из этой формы. В случае, если я проектирую форму добавления отзыва на сайт, я обязательно параллельно должен думать и проектировать о странице, думать о странице и проектировать страницу с самим отзывом. Если это форма публикации статьи, то должен думать о странице опубликованной статьи или статьи, которая в списке на модерацию. Если это форма отправки сообщения в мессенджере, то я должен думать о том, как это сообщение увидит собеседник во время набора текста. Помните, вот этот вот текстик? Собеседник печатает. И после его отправки. Прочитано, не прочитано. То есть все вот это. В случае с формой обратной связи, я должен спроектировать формируемое и отправляемое на почту письмо. Вот, например, такое. Здесь у нас есть тема письма, обратная связь с сайта такого-то. Здесь я тоже должен был подумать, письма-то из разных мест будут приходить. Почему бы в заголовке не указать, откуда конкретно пришло это письмо? Ну и текст письма. Обратите внимание, что тут помимо имени, e-mail, телефона и сообщения, появилась также такая строчка, когда-то отправки. Которой в самой-то форме нету, а мы над ней подумали. И на самом деле таких дополнительных данных в итоге может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Окей, разобрались с данными. Для чего они? Куда они затем отправляются? Теперь определяемся, какие из полей обязательные для заполнения, а какие нет. Я обычно, чтобы не перегружать интерфейс, отмечаю те поля, которых меньше. Если у нас меньше необязательных полей, то я в скобочках указываю, что вот это поле не обязательно для заполнения. А если меньше обязательных полей, то я отмечаю уже их. Иногда я для этого использую звездочки, иногда что-то еще. Это не суть как важно. Зная, что некоторые поля будут необязательные, я тут же сразу могу прикинуть, а как эти данные будут отображаться в отправляемом письме, если их не заполнили. В нашем случае я просто поставил прочерки напротив незаполненных данных. А мог подумать и решить, что я вообще могу эти строчки не показывать и показывать только три строчки с данными. Но так как я любитель единообразия и универсальности, я показываю такой вариант. Во время создания интерактивного прототипа вот этих форм я обычно делаю для себя какие-то заметки на полях. Подробное уже описание принципов работы форм и формирования чего-либо на основе их данных я делаю на следующем этапе, во время написания функциональной спецификации. С обязательными полями разобрались. Теперь надо понять, что произойдет, если пользователь их не заполнил. Где-то отобразится сообщение об ошибке. Вот, например, вы не заполнили обязательное поле. А сами незаполненные поля, они будут подсвечены в форме. Можно как-то примерно показать, как это выглядит в самом прототипе. И вот мы уже немножечко доработали эту форму, которая у нас была в прототипе. Вдаваться в детали глубже нет смысла, глубже в детали мы вдадимся уже в функциональные спецификации. Но упускать этих моментов не стоит. А пока взглянем на форму. Вроде мы спроектировали, уже все готово. И теперь можем задаться вопросами, глядя на получившийся результат. А можно ли эту форму упростить для читателя? И вот это интересный этап проектирования, потому что мы тут работаем с весами, на одной чаше которых бизнес-требования и технические ограничения, а на другой удобство пользователя. Бизнесу надо в идеале, чтобы пользователь предоставил как можно больше своих данных. А еще важно, чтобы разработка и поддержка потом системы съела как можно меньше денег впоследствии. А пользователю, в случае с нашей формой, ему просто достаточно отправить какое-то сообщение и получить ответ. Поэтому если бы мы сделали как хочет пользователь, мы бы ему два поля предложили. Ваш e-mail, ваше сообщение и кнопку отправить. Но тут может вмешаться бизнес и сказать нам, нам хотелось бы получить еще имя автора послания и его телефон. А мы возразим, но тогда форма кого-то испугает и ее заполнит меньше людей. А бизнес в ответ тоже может возразить, а нам в общем-то все равно, потому что это всего лишь жалкая форма обратной связи в контактах, а не призыв у нас что-нибудь купить, например. И мы можем в этом случае больше заботиться о нашем собственном удобстве, а не удобстве пользователя. Поэтому возвращаем все обратно. Но напоминаем заказчику, что тут мы собираем персональные данные, а значит должны получить согласие пользователя на их обработку. И добавляем внизу формы соответствующий чекбокс. Задаемся вопросом, можем ли мы как-то помочь пользователю с заполнением этих полей. И в нашем вот данном конкретном случае ответ снова отрицательный. Мы, например, могли бы добавить маску для ввода телефона. Здесь указать впереди там плюс семь, дефисики поставить и так далее. Но в этом случае пользователь, который будет заполнять это с компьютера и не глядя там что-то быстро вбивать, может из-за этой маски случайно указать лишнюю цифру или точнее наоборот, недоуказать одну из цифр номера и, соответственно, эта информация превратится в тыкву. Поэтому мы здесь ничего не усложняем, все оставляем как есть. Здесь никакие дополнительные, дополнительная помощь и подсказки пользователю не нужна. Но это могла бы быть какая-то другая форма, где мы могли бы давать дополнительные подсказки под знаками вопросика, показывать примеры заполнения данных и так далее, и так далее. В общем, в нашем случае мы все оставляем как есть. Все, проектирование готово? Нет. Теперь нужно ответить на вопрос, что увидит пользователь после отправки сообщения. Один из вариантов — это сообщение об успехе в модальном окне. В заголовке мы сообщаем, что все успешно прошло, а в телесообщении на всякий случай показываем, на какой e-mail будет отправлен ответ с нашей стороны. Это заодно позволит пользователю дополнительно убедиться в том, что он не ошибся в указании e-mail, и если ошибся, то ему придется нажать «Ок», а потом заново заполнять и отправлять форму. Потому что что еще делать? И вот в прототипе мы показали все состояния системы, связанные с формой. Теперь-то все? Нет, все самое интересное впереди в документе под названием «Функциональная спецификация». Открываем его и начинаем описывать форму. Но прежде чем мы перейдем к описанию конкретно вот этой формы, мы сначала опишем какие-то единые принципы, по которым будет работать любая форма в нашей системе, чтобы не писать одного и того же текста для каждой формы, которую мы будем описывать. Для этого в начале документа мы создаем подраздел «Общие принципы работы форм» и поехали. Вот пойдем по пунктам «Фокус» не должен автоматически ставиться ни в какое поле в форме, если в FPS не сказано иного. Потому что если мы откроем с мобильного устройства эту форму и автоматически поставим курсор в поле «Как вас зовут», то автоматически в нижней части экрана появится клавиатура, которая уже как бы призывает пользователя заполнять это поле. А может он вообще не хотел это поле заполнять, может он хотел посмотреть на Яндекс.Карту и на прочую контактную информацию. Указываем это. Думаем над этим. Поля, в которых данные валидируются, подсвечиваются, если есть ошибка, при смене фокуса. То есть отвечаем на вопрос, а в какой момент вот это поле порозовеет, если мы его не заполнили или заполнили неправильно. В момент смены фокуса, а не в момент, когда мы в него что-то пишем, чтобы случайно не испугать и не отвлечь нашего пользователя. Сообщение об ошибке появляется под конкретным полем. Что это означает? А вот я показал пример. Вы не заполнили email. При фокусе на полях, в которых есть данные, в которых уже есть какие-то заполненные данные, в правой части полей отображать крестик, с помощью которого можно эти данные очистить. Вот я нарисовал. Здесь у нас уже заполнено имя. И справа крестик, с помощью которого эти данные можно удалить. Обязательные поля должны быть отмечены в форме. Ну и здесь я рассказываю то, что я вам уже рассказывал выше. Как мы отмечаем обязательные и необязательные поля. Сообщения об ошибках при нажатии на кнопку подтверждения внизу формы появляются прямо над кнопкой и должны сразу оказываться в поле зрения пользователя. Здесь я показываю это сообщение об ошибке, и даже несколько, их может быть больше одной. При этом поля, в которых допущена ошибка, также подсвечиваются в форме, как и в случае с валидацией данных. Вся эта логика, она понятна, очевидна, но как мы ее покажем на картинке? Да никак, ее придется описать в виде вот таких тезисов. Система не должна допускать двойных нажатий на кнопки в формах. После первого клика кнопки должны блокироваться до завершения инициированной операции. Для того, чтобы я не мог 50 раз в секунду нажать на кнопку отправить, и нам бы на почту полетело 50 писем. Нет, один раз нажали, кнопка отправить либо заблокировалась, либо превратилась в какую-то крутилку, об этом я тут тоже пишу. И прерывать такие состояния рекомендую лишь ошибкой по тайм-ауту. При попытке закрыть вкладку, выводить системные сообщения с вопросом, уверен ли пользователь, что хочет уйти, не дождавшись завершения операции. Когда пользователь заполнил форму, нажал на отправить, что-то крутилка крутится, крутится, ему надоело, он жмет на крестик. А система ему говорит, эй, брат, погоди, ты уверен, что ты хочешь уйти? Мы тут еще пытаемся отправить это сообщение. В общем, здесь перечислена лишь очень небольшая часть из возможных параметров. Например, в нашем случае можно было бы для многострочного текстового поля придумать принцип работы индикатора в правом нижнем углу, который показывает, сколько еще символов можно ввести в это поле. Или описать, как ведут себя поля, если ввести в них больше данных, чем, в общем-то, разрешает система. Или ограничить количество отправленных форм с одного IP-адреса в течение определенного времени. Или описать использование CAPTCHA. Но на самом деле суть этой презентации — показать какие-то общие принципы в проектировании форм, а не все возможные сценарии, которых просто какое-то нереальное количество. Если в процессе описания этих общих принципов нужно что-то добавить в прототип, я возвращаюсь к нему, открываю и добавляю. Обычно, конечно, эти детали часто уже уходят на этап дизайна, но если я не ленюсь и добавляю, то дизайнеру будет проще ничего не упустить, глядя на картинку. А клиенту будет проще проверить работу, тоже глядя на картинку, а не читая документы. А вот так мы уже описываем саму форму функциональной спецификации, вот эту нашу конкретную. Здесь я обычно прописываю, из чего она состоит. Заголовок, какие-то текстовые поля, отмечаю, какие обязательные, отмечаю, какие типы данных в эти текстовые поля вводятся. Но точнее, это не совсем про типы данных, это про типы полей. И текстовое поле для ввода телефона, оно отобразит на мобильном устройстве пользователя цифровую клавиатуру. Об этом тоже проектировщику желательно подумать. Кнопка «Отправить», проверка формы, вывод сообщения об ошибке, либо модального окна с сообщением об успехе. Это модальное окно, я могу описать где-нибудь в другом месте. Я перечисляю ошибки формы, потому что если я их не перечислю, то кто это сделает? Программист? Клиент? Нет. Я здесь не поленюсь записать любые тезисы. Я повторюсь, что e-mail и текст послания обязательны для заполнения. Я могу предложить использовать рекапчу какой-то версии. Я пишу, что форма формирует и отправляет e-mail на адрес, указанный в настройках в таком-то разделе админки. Я на самом деле здесь пишу все, до чего могу дотянуться. Потому что если я это зафиксирую, даже если я где-то ошибусь, будет место, где это зафиксировано и где это можно поправить. Но чаще всего проектирование сегодня, во всяком случае в моем окружении, делается так, что решения принимаются на лету несчастными разработчиками. И разумеется, я здесь продублирую текст письма и как он формируется. При этом обратите внимание, я здесь, например, не принимаю решения, какие ограничения по объему или по типам вводимых данных в поля. И как они валидируются именно. А мог бы. Вообще, водораздел между работой проектировщика и инженера, который будет все это дело программировать, он очень неявный. Иногда программистам можно и нужно доверить все подобные решения. А иногда, наоборот, лучше все прописать максимально четко, что им и так есть чем заняться, помимо размышлений над тем, как это должно работать. В глазах пользователя тем более. Все обычно упирается в компетенции проектировщика, в компетенции разработчика, в понимание и выстраивание процессов заказчикам. А также упирается в понимание технических ограничений проекта во время проектирования. Я, когда проектирую что-то, обычно мой результат работы я отдаю разрабам, и они говорят, с помощью какого стека технологий они готовы все это превратить в жизнь. А если бы я перед проектированием заранее знал, какие технологии будут использоваться, то мне было бы проще. Я бы посмотрел на техническую документацию фреймворков, посмотрел на какие-то ограничения и проектировал в рамках этих ограничений. И тогда мы все сэкономили бы много ресурсов. Но тут вопрос курицы и яйца. Если это стартап, если это проект какой-то новый с нуля, то, конечно же, никто мне никакого стека технологий до завершения проектирования не предоставит. А если меня приглашают в уже какой-то существующий проект, то там немножечко другой подход. В процессе вот такой вот всесторонней, ну, с двух сторон, проработки деталей часто всплывают неочевидные моменты, о которых, ну, вряд ли задумаешься, проектируя лишь внешний вид формы. Вот хороший пример, да, маркетологам внезапно может быть важно узнать, откуда именно пришел пользователь, отправивший письмо. И мы функциональной спецификацией прописываем, что в письме, в том числе, помимо других параметров, мы указываем UTM-метку, которая содержит ответ на этот вопрос. То есть это метка, которая отследила, откуда клиент попал на сайт, по каким разделам он походил и на каком в итоге он остановился. То есть хоть весь путь тут его можем разложить. Как это влияет на внешний вид прототипа, да, если бы я не обращал на это внимания, и на пользовательские сценарии. Все ведь за кадром происходит, а вот напрямую влияет, потому что если мы стали отслеживать путь пользователя на сайте, то мы уже не можем отказаться от использования cookies, ну, в большинстве случаев. А если так, то придется дополнительно спроектировать внешний вид вот такого вот немодального окна с предупреждением об этом факте. И это была простейшая и привычная всем форма обратной связи. Представляете, сколько внимания потребует какая-нибудь более сложная форма, которая разбита на несколько шагов, в которой мы можем возвращаться к редактированию данных. Здесь мы отправили данные и все, и забыли о них. А есть же формы, где мы ее заполнили, а потом вернемся через какое-то время к ее редактированию. Или формы, которые используют данные, связанные с другими сущностями системы. Системные справочники, отсылки на какие-то другие наши данные и так далее. В итоге, что мы с вами рассмотрели пример простейшей формы, и вы можете сравнить свой подход к ее проектированию с моим. Я когда-то давным-давно скидывал своим клиентам интерактивные прототипы с формами, похожими на вот этот вот вариант слева. И никто из моих клиентов на работу мою не жаловался. А сегодня, обладая опытом в запуске собственных проектов, я уже предоставляю более подробное проектирование и частенько получаю благодарность от разработчиков, которые за это все берутся. Но клиенты, непосредственно которые платят мне деньги, они реагируют на вот этот результат примерно так же, как и на тот, что слева. Потому что зачастую они не понимают, сколько ресурсов разработчиков они с помощью меня экономят. А вот программисты обычно очень ценят мое присутствие в таких проектах. Ну представьте себе, я оцениваю функциональную спецификацию, не знаю, тысяч в сто, да, и для клиента это может быть довольно большая сумма. И он говорит, да не, это не надо, пускай наша команда с этим справится. Дизайнер там что-то нарисует, разрабы все сделают. И вот эти вот задачи, которые я беру на себя и беру на себя профессионально, они размываются между остальными участниками. Кто-то непредназначенный, неприспособленный для этого придумывает, как формируется письмо. Кто-то придумывает, как именно валидируются данные и принимает решения самостоятельные. Клиент обычно не в состоянии их проверить. В итоге люди тратят значительно больше часов на вот эти задачи, потому что это не их специализация, чем потратил бы проектировщик. И вот эти вот 100 тысяч рублей в моей работе, они обычно превращаются в сотни тысяч рублей, комбинированных за счет огромного количества часов целой команды. Ну это уже было такое, мне кажется, лирическое отступление. А насколько вы подробно проектируете интерфейсы? Оставляйте свои ответы в комментариях, если вам не лень. А на этом все. В описании к этому видео вы найдете кучу интересных ссылок. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Читайте мою бесплатную книгу нормального фрилансера. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз.